Давайте разберемся все-таки с майнерами, чтобы было понятно, а то мы так все в одну кучу смешали. Первое, это майнеры профессиональные, это ферма, которая стоит на абсолютно легальном коммерческом подключении, она работает как любой другой завод, платит такие же тарифы, и ее можно прийти проверить, померить, она подключена абсолютно на рыночных условиях, покупает в рынке электроэнергию, то есть ничем она не отличается, платит налоги, то есть это обычное предприятие. Поэтому промайнинг нормальным юридическим лицом не отличается от алюминиевого завода или от какого-либо другого завода со своим ровным потреблением, и кроме пользы для генерирующих мощностей ничего в принципе не делает. Дима, скажи пожалуйста, а налог на прибыль они с чего платят? Вот они заплатили за электроэнергию, понимаешь, заплатили за электроэнергию, дальше у них в космосе образовались эти биткоины, и дальше эти биткоины на какой-то криптокошелем себе заплатили. Где возникают налоги? Я очень ценю твой энтузиазм и твою политическую агрессию, это очень хорошо заходит, но налоги, конечно, они платят, потому что они платят НДС и все сопутствующие налоги, которые включены в тариф электроэнергии. С наймайниных биткоинов они ничего не платят. Еще раз, а с чего вдруг они должны платить с наймайниных биткоинов? Если я буду выращивать помидоры и не буду их продавать, а буду их вот закапывать в землю, я должен платить налоги с произведенных помидоров или нет? Вы разберитесь тогда с финансовыми активами, с цифровыми валютами, легализуйте их оборот в стране, и все будут платить налоги, потому что будут переходить в рубль на территории Российской Федерации, и можно взимать этот конверсионный налог. Если вы так хотите взимать налог, разберитесь с высокими технологиями, а не занимайтесь ерундой, если не понимаете, что делаете. Если государство не дошло до принципов финтеха, то не нужно туда совать нос со своими глупыми законами. Продолжение следует...